В России за сутки выявили более 27 тысяч случаев заражения COVID-19. Это максимум с начала года. Больше всего заболевших зафиксировано в Москве. В текущем году россияне стали покупать меньше творога, яиц и шоколада. Таковы данные исследования онлайн-сервиса «Сбермаркет». При этом возросли продажи полуфабрикатов и хлебобулочных изделий. В столичном метро запустили тематический поезд, посвященный 80-летию с начала Великой Отечественной войны и битвы за Москву. Состав будет курсировать до апреля 2022 года. Власти Канады обязали всех госслужащих привиться от COVID-19 в течение двух месяцев. Не прошедших вакцинацию в установленный срок отправят в отпуск без содержания. Швеция и Дания временно приостановили использование препарата от COVID-19 компании «Модерна» среди лиц младше 18 лет. Решение принято в целях безопасности из-за возможных побочных эффектов. Советский районный суд Уфы рассмотрел первый иск по делу о нарушениях на сентябрьских выборах. Иск подали башкирские коммунисты с целью признать результаты голосования на ряде участков города недействительными. От имени фракции КПРФ в госсобрании коллегиально приняли решение подать иск в суд о нечестных выборах, то есть о фальсификации. Собрали много жалоб со всего округа и, как видите, сегодня был предварительный процесс. Все-таки мы живем в правовом государстве и хотим в правовом русле добиться справедливости. По словам коммунистов, наиболее серьезные нарушения были допущены при досрочном голосовании и голосовании вне участков. Были зафиксированы также ошибки при подсчете голосов, нарушение целостности сейф-пакетов, недопуск на участки наблюдателей. Все эти факты задокументированы. Мы выяснили в ходе голосования и подведения итогов много нарушений. И поэтому мы вынуждены были обратиться в суды, в частности по Уфе. Мы обратились в Советский, Оржаникидзевский, Октябрьский районные суды и по Кировскому районному суду на городскую избирательную комиссию. Фактически были случаи административных и уголовно наказуемых деяний некоторых УИК. Но мы попытаемся в правовом режиме эти факты доказать в суде. Всего в Уфе коммунисты подали 56 судебных исков. Второе заседание в Советском районном суде состоится 1 ноября. Представители Башкирского республиканского комитета КПРФ настаивают, чтобы на процессе присутствовали представители участковых территориальных комиссий и наблюдатели. Рост цен на овощи и фрукты в России за минувшую неделю ускорился в 5 раз. По данным Росстата, инфляция в сентябре достигла максимальных значений за последние 5 лет. 7,4% в годовом выражении. Это происходит на фоне продолжающегося падения доходов населения. По мнению экспертов, такая ситуация слабо коррелируется с постоянными заявлениями власти о том, что Россия – социальное государство, и главная задача в нем – повышение уровня жизни людей. Здесь не надо смотреть на лозунги, а конкретно, не подачки нужны, вот там 10 тысяч этим, 15 тысяч вот этим, а нужна стабильная и четкая социально ориентированная политика. Вот когда эту политику мы увидим реально, тогда мы поймем, что она соответствует, значит, декларациям власти имущих. Российское государство, прежде всего, буржуазное. Из этого следуют все остальные ВВД. Дальше оно может называть себя хоть каким – идеологическим, недеологизированным, социальным, несоциальным. Но это государство буржуазное. Все сливки, главные сливки в буржуазном обществе снимают олигархические круги. Из населения, которое превращено в новую нефть, будет выжимать дальше максимум доходов, а вы выживаете, как хотите. Как отмечают аналитики, после парламентских выборов партия власти поступает вопреки собственной риторике. Так, во внесенном в Госдуму проекте бюджета на ближайшие три года вновь урезаны расходы практически по всем социальным статьям. Есть головокружение от успеха в партии власти, которая, ну, якобы победила с большим счетом, хотя на самом деле это большие вопросы вызывает ее победа. И поэтому она делает, ну, так сказать, такие шаги, которые не просто антисоциальные, они просто опасны и для общества, и для государства. При этом, к сожалению, это наблюдается почти каждый раз после выборов. По словам экспертов, прослеживается тенденция, когда государство сбрасывает с себя социальную ответственность на самих граждан. В этом тренде власти недавнее высказывание представителей Центробанка о том, что пенсионеры должны сами зарабатывать себе на старость. В этом есть лукавство. Граждане и так зарабатывают себе на пенсии. Это же мы со своих заработных плат отчисляем пенсионный фонд. Нам же ни Дерипаска, ни Силуанов эти деньги не подарил. Но это как раз заявление вполне укладывается в такую, знаете, информационную подготовку в том, чтобы нас действительно пенсии лишить. Коммунисты подчеркивают, в сложившейся ситуации граждане все отчетливее осознают свои интересы и понимают, что эти интересы не соотносятся с существующей социально-экономической системой. И в России есть политическая сила, способная эту систему изменить. Мы обязательно проведем очередной такой сбор левопатриотических сил, на которых посоветуемся о механизмах дальнейшего взаимодействия, понимая, что даже крупнейшая оппозиционная партия, которая является Коммунистическая партией Российской Федерации, справится в том случае, если будет обрастать союзниками, сторонниками, если те, кто придерживаются левых идей, будут готовы сплачиваться и идти вперед вместе. Редактор субтитров А.Семкин